Сегодня воскресенье, 7 июня. Московское время 22 часа 43 минуты и мы начинаем прямую трансляцию второй игры летней серии «Что, где, когда» 2015 года. Против телезрителей сегодня играют дизайнер Эдуард Шагал, инженер Александр Топенгауз, новички команды маркетолог Николай Крапель и лингвист Александр Печеный. Психолог Анастасия Шутова и капитан команды журналист Андрей Супранович. Против команды Андрея Супрановича сегодня играют Юлия Богдановская, Брянск, Светлана Сыроватская, Волгоград, Константин Семиров, Краснообск, Алексей Ломоносов, Старый Оскол, Сектор Блиц, Станислав Шевелев, Москва, Снежана Грозева, София, Алла Садовникова, Санкт-Петербург, Сектор Супер Блиц, Мария Цицер, Астрахань, Ольга Савичева, Кельмесь, Иван Василяка, Нарва. 13-й сектор. Летние игры «Что, где, когда». Телезрители против знатоков. Играем, как всегда, до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Супранович, здравствуйте. Вместе с Анастасией Шутовой вы играете 4 года. Но пока лучшие ваши игры в составе команды-обладателей «Хрустальных атомов». С чем это связано, Андрей? Даже не знаю. Возможно, пониженная ответственность в играх команды «Хрустальных атомов». А здесь ответственность берет. Анастасия, мужчины вокруг вас все время меняются. Что скажете о пополнении Ани Толая Крапили и Александре Печенок? А, я думаю, они себя сегодня проявят. На тренировках они себя очень хорошо показывают. Посмотрим. А начинаем мы с Софии. Против вас играет биолог Снежана Грозева, город София, Болгария. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, дорогие телезрители. Меня зовут Снежана. Это уникальное техническое изобретение. В конце 2009 года получило первое место в категории под названием «Революции в быту». В продаже в Болгарии имеются разновидности этого прибора с одним и с тремя отверстиями. Через минуту скажите, пожалуйста, для чего придумано это изобретение. Желаем успеха. И блины печь. Почему не блины, а ладьки. Один или три, только ничего. С одним и с тремя. Да, да, с двумя это не работает. Что вообще туда можно класть такое? На улице она сетела. А там еще провод, там провод шел. Там нагревается идет воздух, а сверху такая типа жарилка что-то. Это не может быть шашлык. А где шашлык? А где шашлык? А где шашлык? Внутрь не надо жарить. А зачем? Почему в быту? Забы в Болгарии, чтобы шашлык делать, ну не знаю. Это просто варианты. Почему она с ним все-таки в саду сидела? Да, может это что-то вы... Скорее всего это что-то, что... Есть еще один штука, который нужно закрывать. Она похожа на печь. Да, это похоже на печь. Она прогоревшая, она прогоревшая. Она электрическая. Может быть комаров это приманивает на горячее что-то? А зачем приятно? В быту, в быту, в быту. Это идея того, что у кого-то мало, а кого-то много. Что, вам шашлык мне нужно? Может дрова как туда пыхают, что-то себе делают? Бытовая помощь, что-то делаешь быстро, раньше так быстро не делал. Итак, кто отвечает, Андрей? Господин Ильич, я буду отвечать. А нет ли возможности повторить видео, потому что мы очень плохо смотрели? Нет, видео не надо. Ну ладно, тогда будем отвечать, как увидели. Для чего придумано это изобретение? Такой вопрос. Предположим, что это изобретение такая импровизированная шашлычница. Если люди отдыхают на природе, то там, возможно, можно удобно как-то готовить шашлык быстро. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Андрей, первое место в категории революция в быту. Вы даже говорили, и в ответе вашего, из вашего ответа следует, что что-то там надо печь. Но вы не разобрались, что именно. Очень плохо, честно говоря. А что вы вообще знаете болгарского? Перец. Ну вот видите, как все... Плечи. Ларчик просто открывался. Внимание на экран. В Болгарии этим электрическим прибором пекут перец. Запихивают перец в это отверстие. И через несколько минут оттуда достают его печеным. В Болгарии, господин Супранович, болгарский перец. 1-0 в пользу телезрителям. 50 тысяч рублей получит Снежанна Грозева из Садии. В этом году интересы знатоков защищает директор департамента коммуникации Госкорпорации «Росатом» Сергей Новиков. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер, Владимир Владимирович. Скажите, какие у вас остались впечатления от прошедшей игры команды Елены Потанины? Ну, впечатление прекрасное. Мне кажется, игра доказала, что какие бы ни были чудесные игроки по отдельности, нужна обязательно сыгранность. И вот пока они за столом вот эту критическую массу тренировки не добрали до счета 5-2, у них ничего не получалось. А потом я очень рад, что они вылезли из этой такой ямы в позитив. И, Лена, мои комплименты и неделю спустя тоже. А интересы телезрителей защищает вице-президент Банка Москвы Владимир Верхошинский. Здравствуйте, Владимир. Добрый вечер. Вы обратили внимание, что на прошлой игре произошел уникальный эпизод. Сергей Новиков согласился с тем, что знатоки ответили неправильно. По-моему, это впервые или, может быть, во второй раз от силы. Но только делать ему честь, потому что там было очевидно. Да? Ну, хорошо. А как вам игра, Елена? Учтил вас? Мне очень понравилась. Это, наверное, одна из самых захватывающих для меня лично игр, на которых я присутствовал. Ну что ж, посмотрим. Я надеюсь, что сегодня команда тоже не подкачает. Второй раунд. Господин Супранович, компания Бин Страхование предоставляет вам возможность застраховаться от Супер Блица. В качестве страхового взноса вы должны уже сейчас назвать фамилию знатока, который будет играть в Супер Блиц. Вы будете страховаться? Да, мы будем страховаться, господин Ильич. Тогда прошу имя. Я сам остался с того. Вы будете играть в Супер Блиц. Поздравляю, вы застрахованы. Если сегодня Волчок укажет на Супер Блиц, вы получите страховое возмещение на сумму 120 тысяч рублей. Андрей, скажите, вы поняли, что вы сможете делить эти деньги? Или вы поэтому решили самостоятельно? На самом деле, как получится. Пускай сначала он выпадет. Пускай сначала выпадет. Ну хорошо. Команда не против? Команда вроде бы не против. На самом деле, у нас уже есть идея, как поделить эти деньги. Если будет пауза, я вам расскажу. Итак, Волгоград, по-моему, да? Волгоград. Против вас играет математик Светлана Сыровацкая, город Волгоград. Внимание! Необычная пуговица. Господа Шутова, видите, пуговица обтянута бархатом. Покажите пуговицу. Пуговицу, покажите, а то как-то не разглядели. Вот такая пуговица. Подобные пуговицы были весьма популярны в Америке 19 века. Говорят, что во время гражданской войны жены пришивали одну такую пуговицу на мудир своих мужей, отправлявшихся на фронт. Внимание, вопрос. А для чего были предназначены подобные пуговицы изначально? Пуговицы изначально. С рессациями можно удалось. Смотри, палец вытирать можно. Это что-то с трауром связанное. Черный-черный бархат. Бархат вытирается. Бархат рассеивает свет. Он потрется, муж вернется. Что ему такое, как отрасеивает свет? Бархат изначально. То есть должна быть профессиональная какая-то. Изначально. Они не отражаются. А у них это был символ, а у них это был символ. А это был символ чего-то? Символ чего? Мел, что она? Может, что-то вытереть ей? Может, что-то вытереть ей? Сначала что-то практическое, скорее всего. Ну да, печать какая-то. Пуговицы, вытереть что-то, ребята. Может, вину? Добрый знак какой-то. Что можно делать вообще этой штукой? Ногти как-то полировать? Смотри, она впитывает, помимо прочего. Она не впитывает, она твердое. Ты можешь, чтобы башь было. Совсем чуть-чуть. А просто чтобы не блестела в темноте, я не знаю. Чтобы не блестела по цветам. То есть можно для чего изначально предоставить? Ребята, вот одна стальная часть. Для чего непонятная традиция? Гэдик, ответьте своими. Одну пуговицу крещевали немного. Нет, это изначально, до этого. Что и что не блестело, а я не понимаю. Чтобы не было бы из-за этого снимать снайперов. Итак, кто отвечает? Тишина, тишина. Кто отвечает? Я сам буду отвечать. Опять, к сожалению. Ну, запустим, такая была традиция для жен. Это было просто уже какое-то суеверие. А изначально такие пуговицы обивались бархатом, чтобы они не блестели. Если пуговицы блестят, возможно, это как дополнительная мишель для снайперов, для врагов была. Поэтому их обивали бархатом, чтобы они были менее заметны. Допустим, в сумерках там. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Супранович, ну, вы так говорите, что пришивали, как вы сказали, мнительность или что? И суеверность. Суеверность, да. Ну, то есть это было суеверие. Нам спрашивают, зачем... Ну, надо было разобраться именно в этом, иначе, если вы суеверных, зачем бы я вам про это рассказывал? Для чего пришивали? А Анастасия Шутова вам все время говорила, они что-то впитывают. Они что-то впитывают. Что же они впитывают? Черные. Анастасия. Ну, раз они черные... Но это ведь... Для чего вы мужу на фронт даете... Что там должно быть? Что-то надо впитать? Каплю крови. Духи. Духи. Страсти какие. Теперь, внимание, правильный ответ я уже сказал. Итак, зачем-то пришивали пуговицу на мундир, чтобы не забывали о жене. И что же может хранить такая пуговица? В 19 веке духи были на масляной основе. И чтобы не пачкать платье, их наносили на такую пуговицу. Она долго хранила аромат духов. Ее еще называли парфюмерной пуговица. А на фронте, Андрей, она напоминала мужчине о любимой женщине. Запах духов в этой пуговице был. 2-0. 60 тысяч рублей получит Светлана Сыровацкая из Волгограда. Третий раунд. Уважаемые телезрители, во время прямого эфира вы можете присылать вопросы в 13-й сектор. Адрес в интернете 13.tvigra.ru И, возможно, сыграете против знатоков сегодня. А в любое время вы можете присылать вопросы на наш почтовый адрес. 127-427 Москва, улица Академика Королева, 12, программа «Что, где, когда». Или на электронную почту вопрос-собака.tvigra.ru Итак, ну что, страшно вам, господин Печеный, страшно? Ну, есть немного, господин Ильич. Есть немного. Пока еще... Ну, важно первую раунду удержаться в седле. Тем более, что сейчас господин Супранович сам на все отвечает. Москва. Соберитесь. 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 Против вас играет инженер-математик Станислав Шевелев из Москвы. Внимание, вопрос. Какую новость посетителям зоопарка Буэнос-Айреса сообщал рекламный плакат, который вы видите на экране? Что-то с фонарями поставили. У них-то фонарями называют? Ребята, это не могла родиться панда, это реально новость, это редко. Все, давайте дальше. Там Лев с Багирием-глазом. Да нет, с фингалом же, нет? Да. Ему... Какое животное? Жена может дать в глаз. Да-да, идея в том, что родилось животное от кого-то другого. Нет, наоборот. От Льва и... От Тиграева и Львигры. Знаете, ну вот что-то такое. То, что Львигры родились. И это новость для всех. Да. В зоопарке новость всегда родились дети кого-то. Львигры родились тигры. А что он говорит? В этом идее. А! Да-да. Что Льву... Лев с Невицей. Рожают животное. Им говорят... И кто-то набил морду Льву. Но так же бывает. От Львигры рождаются Львы. Да, рождаются Львы. Все, я понял. Все хорошо. Очень приятно. Ты понимаешь? Да. Понимаешь? Хорошо. Да. Не с Невицей, а с Невицей. Ну... Прошу, кто отвечает? Эээ... Николай Крапель. Прошу, Николай. Ну, такая версия у нас родилась, что, возможно, в зоопарке, разумеется, сообщают новость про то, что у них пополнение. Возможно, этот плакат сообщает о том, что родилось какое-то животное у льва и не львицы. Ну, например, такое мы знаем, что случается с тигрицами. Это возможно. Ну, не обязательно, что именно тигрица. Но, в общем, лев и не львица. Поэтому тут получается такая бытовая ситуация, что кто-то обиделся и набил морду льву. Классно. Классно. Понимание, правильный ответ. Николай, давайте разбираться. Лев синяком под глазом. Да, да? И какая-то новость. То есть, появилась за посетителем зоопарка. То есть, что-то новое или кто-то новый появился в зоопарке. Скажите, а есть у вас образ, какой из животных можно назвать боксером? Принесли кенгуру в Буэнос-Айрес. И такое необычное животное вдруг появилось в Буэнос-Айресе. Совершенно непривычное для Аргентины. Этот плакат сообщал, что в зоопарке появился кенгуру. Это животное отлично владеет лапами. В Австралии даже проводятся боксерские бои между кенгуру. Вы знали ли про это, Андрей? Нет. Не знали, но догадались. 3-0. 70 тысяч рублей получит Станислав Шевелев из Москвы. Продолжаем игру, четвертый раунд. Уважаемые телезрители, в отборочных играх летней серии 4 команды знатоков разыграют единственную путевку в осеннюю серию. Ее получит команда, которая обыграет телезрителей с более крупным счетом. Кроме команд Елены Потанина и Андрея Супрановича, в отборочных играх сыграют команды Бориса Белозерова и Алены Повышевой. Алена, здравствуйте. Вы почему прогуляли в прошлый раз? У меня записка от мамы. А в финале летних игр сыграет команда Виктора Сиднева. Господин Сиднев, скажите, вот три вопроса проиграла команда, а вы бы на помощи клуба смогли бы помочь им? Думаю, да. Да? Краснообск? Да. На каком вопросе? Наверняка про перец смогли помочь. Наверняка про перец. А на перец нельзя было помощь брать. То есть не помогли бы. Значит, правильно сделали, что не брали. Помощь, господин Супранович, это к вам. Против вас играет научный сотрудник Константин Тимиров, поселок Краснообск Новосибирской области. Внимание, вопрос. Почему в 18-19 веках жители окрестных деревень предпочитали передвигаться не непосредственно по Сибирскому тракту, а по небольшим параллельным дорогам? Ну по нему каторжников гнали, по нему гнали каторжников. И к Сибирскому тракту, и там было не очень приятно. Хорошо, если... Да, все, давайте дальше, давай дальше. Какая угроза жизни может быть? Его могли прикрывать, например, неудобно, потому что его все время прикрывают. Это тогда не совсем предпочитали. Сам этот тракт. Да. Какая там может быть? Может быть, он был разъезженный и просто проваливались, он был всегда. Может быть, там-то, ребят, там беглые каторжники, а они воруют на этом тракте. Не развойники. Нет, они казались бы отойти могут. Разбойники и отойдут. Какая угроза жизни конкретная может быть? Что ты там можешь? Ну, например, если это вот такая. Если за что неудобно. Из-за чего может быть неудобно? Пробка въезда. Перекрывают, не пускают. Предпочитали, они могли по нему ездить. Есть время уступать дорогу приходилось по кому-то другому. Да, всякие... Бояре ездили, какие-то известные. Курьеры. Может быть, все время проверяли их. Может быть, там налоги мы отбрали. Может быть, там искали между каторжников, поэтому проверяли? Я не знаю. Можно сядь просто. Итак, кто отвечает, господин Супранович? Эдуард Шагал отвечает. Эдуард Шагал. Итак, почему в 18-19 веках жители окрестных деревень предпочитали передвигаться не непосредственно по Сибирскому тракту, а по небольшим параллельным дорогам? Ну, как известно, по Сибирскому тракту шел этап. Так. И там были некие каторжники. Соответственно, из-за каторжников по той или иной причине, либо потому что они просто там шли по этапу, либо потому что там были беглые каторжники и разбойничали, там было довольно неприятно. Просто потому что Сибирский тракт был связан с этапированием каторжников. Им там просто очень не нравилось по этой причине. Просто неприятно смотреть. Ну, неприятно в кавычках. Нет. Это могло быть опасно из-за беглых каторжников. Что на них могут напасть. А могло быть просто неудобно идти, потому что там шла довольно большая цепь каторжников, которая мешала. И которая была все равно довольно неприятной и с ними сталкиваться не хотелось. Ваш ответ понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Сиднев, а на этот вопрос вы бы могли что-то посоветовать ребятам? У нас две версии есть, которые не совпадают с этой, и поэтому... Но есть какая-то хорошая. Вот смотрите, логика идет абсолютно точно. Каторжники, понятно. У нас две версии из каторжников. Одна из них — обгон запрещен. Ну, пошутили. Обгон запрещен каторжников? Да. То есть, если вы выехали на эту дорогу, вы не можете... Ну, вы прям водитель, это все-таки 18-й век каторжник. Какой обгон запрещен? Нет, но имеется в виду, что нельзя... А вторая, Виктор? А вторая, что просто разбитая дорога была реально из-за... О-о-о! Ну, надо же! Для меня откровение. Я думал, что ваша команда... По сибирскому тракту в те времена гнали осужденных каторжников. У конвоиров была строгая отчетность. Сколько принял, столько и должен сдать. И если кому-то из арестантов удавалось сбежать, конвоиры могли схватить первого встречного крестьянина, переодеть в одежду карторжника и погнать по этапу. Поэтому крестьяне старались обходить сибирский тракт стороной. 4-0. АПЛОДИСМЕНТЫ 80 тысяч рублей получит Константин Тимиров из Краснообска. АПЛОДИСМЕНТЫ Пятый раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Копенгаус. Да, господин ведущий. Вы знаете, меня зацепило ваше высказывание в интервью перед началом летней серии. Да. Вы сказали, есть ощущение, что пребывание в статусе подающей надежды неприлично затянулось как для меня, так и для всей команды. Так, сказал. Подмечено, конечно, точно. Но что с этим делать? АПЛОДИСМЕНТЫ Вот смотрите, вы обсуждаете вопрос, доходите, а дальше никуда. Вот просто не нравилось на это смотреть. Вы как бы дальше не двигаетесь. Болгарский перец. Что в Болгарии? Вроде печка, всё у вас есть, что-то готовить. Что в Болгарии? Болгарский перец. Не обсуждено. Вот из-за чего это происходит? Я знаю, господин ведущий. У меня есть только общий ответ, что надо перестать подавать надежды и начинать их оправдывать. А почему не получается додумывать версии до конца, не знаю. Возможно нам то, что мы придумываем, кажется уже готовой версией. Поэтому мы безалаберно относимся к тому, чтобы это как-то докрутить и придумать что-то ещё лучше в том же направлении. Пытаемся в другое направление пойти. Против вас играет студент Нарва. Против вас играет студент Иван Василяка из Эстонии. — Господин Собранович, скажите, на всякий случай вы знаете, кто такие долганы? — Народ. — Народ. Это коренные жители Таймырского полуострова. Но это абсолютно для информации, просто чтобы вы минуту не обсуждали, кто такие долганы. К сути вопроса это отношение не имеет. Вам надо собраться, Андрей, потому что если вы на этот вопрос не ответите, вам лично будет очень обидно. Отгадайте долганскую загадку. С двух берегов женщины шестами бьются. Что это? — Ресницы. Или брови. — Нет, хватит, хватит. Это ресницы. — Хорошо, что ещё может быть? Спокойно, это есть. — Зубы. — Ребят, ребят, посмотрите на... — Есть вообще не часть тела. — Давайте посмотрим на Супрановича, может у него что-то есть, чего у нас нет? — Он ещё из Белоруссии. — Он из Белоруссии. — Вам лично, не обязательно мне, это всей команде. — Ну, и тем не менее, давайте попробуем. — Тем не менее, давайте попробуем ещё загадку подумать, нет? — Что это может быть? — Ну вот что-то разделяющее. — А почему две женщины шестами? Это вот как бы две штуки. — С двух берегов женщины, всё. Шестами бьются. — Ну что это ещё может быть? — Хорошо. — Андрей, белорусская реаль какая-то, может быть? — Спортивная реаль какая-то. — Картошка? — В роли картошки у вас есть что-то? — Кребля какая-то. — Кребля, что-то кребля? — Нет, ладно, не устраивайтесь, пожалуйста. — Можно старинная английская битва шеста. — Придумайте ещё, пожалуйста, версию. — Саша, простыми словами сказать. — Он как 7 веков. — Предмет, где с разных сторон такие палки торчат. — Грабли какие-то, ну как это? — Северное сияние опять, всё-таки таймыр. — Не имеет отношения, сказать. — Кто отвечает? — Кто, Андрей? — Александр Тобенгаус. — Александр, прошу вас. — Ну, надеюсь, в этот раз это всё-таки ресницы. — Ресницы, вы считаете? — Да, глаз и ресницы. То есть два берега — это веки, женщины с шестами — это... Ну, шестые — это ресницы, а вот... — Александр, а вы в 2013 году уже играли? — Да, конечно, я прекрасно помню как раз. — На берегах прекраснейших озёр. — У меня каждый из них отдельно снится, господин ведущий. — Лежат две чёрные лисицы. — Вы тогда ответили — ресницы вместо брови. — А сегодня правильно ответили — ресницы. — 4-1. — Александр Тобенгаус постепенно начинает выбираться из подающих надежд. — По окончании этой игры Сергей Новиков определит лучшего знатока и вручит ему приз «Хрустальный атом» — «Росатом Корпорация Знаний». — Сергей, как выясняется, вы не только вручаете призы, но и получаете. Вы теперь дипломант международного конкурса молодых оперных режиссёров и получили приглашение поставить оперу в Красноярском театре оперы и балета. Я вас поздравляю, Сергей. — Спасибо, что вы заметили, господин ведущий. — А что будете ставить? — Ну, раз об этом зашла речь, я бы хотел отметить двух смелых людей. Первый — это господин Бертман, народный артист Дмитрий Александрович Бертман, который в требованиях конкурсантам не предусмотрел обязательного режиссёрского образования. А второй смелый человек — это художественный руководитель Красноярской оперы Сергей Рудольфович Бобров, который поставил на меня и вручил мне этот специальный приз. — А вот от Сергея Рудольфовича это как раз и зависит от художественного руководства театра. Я даю несколько заявок, они выберут. — Да. — Готовный художественный руководитель. — Я вас понял. Сергей, но имейте в виду, что у нас господин Борщевский пишет сценарии. — Вы знаете об этом? — Но не оперные. — Господин Кузельников пишет музыку. Правда, он приболел, но можно ему дать задание на дом. Господин Меркашинский, скажите, а вы случайно не поёте? — Ну так, в институте пел в хоре. — Да, Сергей, но имейте в виду. — У вас господин Новиков. — Господин Новиков. — Всё есть для оперы «Что, где, когда», господин ведущий. — Да? — Вы готовы? — А вы будете дирижёром тогда. — Нет, я буду продюсером. — Шестой раунд. — Господин Кичёный, скажите, а у вас какие таланты есть? Вы поёте, танцуете, что вы делаете? — Танцевать не танцую, играю на разных музыкальных инструментах. — Ну, Сергей, это вам предложение. — Александр, ну я знаю, что вы с Александром, тёской своим, Топпенгаусом, детские тренеры. Вы учите детей играть что, где, когда. Скажите, самое главное, чему надо научить ребёнка? Как его заинтересовать этой игрой? Вот с чего вы начинаете? — Во-первых, игра, она, конечно же, сама по себе интересная. А научить — это что, собравшись командой из шести человек, можно не только травить анекдоты там и весело проводить время, но ещё и отвечать на вопросы, и это тоже приносит удовольствие. — Благодарю вас. А сейчас Санкт-Петербург. Господин Супранович, там, я смотрю, дело подходит к Супер Блицу. Но пока нет. Против вас играет преподаватель финского языка Алла Садовникова из Санкт-Петербурга. Внимание! Незаконченные рисунки на чёрном ящике. Господин Супранович, перед вами незаконченные рисунки по мотивам работ португальского художника Виктора Нуньеса. Кому не видно, могут потом посмотреть на экране. А в чёрном ящике находится предмет, с помощью которого можно закончить эти рисунки так же, как это сделал автор. Внимание, вопрос. Что в чёрном ящике? — Положи, что? — На очки не похожи. — На карандаши, ребята. — Андрей, раскидайте, поставлю. — Ножницы нет. Смотрите, там колеса нет. Должно быть круглое что-то. — Ножницы? — Вот здесь. — Раз колесо, два колесо. — Соскресло получается? — Рисуйте, если что. — Ребята, небольшие. Смотрите, раз колесо, два колесо, очки, а здесь переносится какая-нибудь. — Там должно быть что-то круглое в любом случае, да? — Посмотрим, как нос. — Ножницы. — Это ножницы. — Слушай, ножницы тоже хорошо. — Ножницы, ножницы. — Смотри, ножницы идеальны. — Здесь сложенные. — Хорошо, красиво, красиво. — Что ещё с круглыми? — Очки. — Здесь может не быть круглыми. — Что может быть, бывает с такими штуками? — Непонятно. — Там хорошо у вас, кстати. — Что можно по-разному сгибать. — Какая-то вещь. — Скепку можно как угодно согнуть, это не очень интересно. — Ты понимаешь, никакого положения. — Ножницы, хорошо. — Ну давайте попробуем. — Кто отвечает? — Почему такая тишина? — Готовы раньше отвечать? — Отвечайте. — Выдыхаем, господин ведущий. — А ответит на этот вопрос Анастасия Шутова. — Прошу вас, Анастасия. — Нам кажется, что на этих рисунках не хватает ножниц, который если приложить, то можно... — Давайте вы покажете, как вот если... — Например, если... — Да не надо переворачивать, у вас хорошо лежало. — Например, этот портрет, то можно приложить ножницы, и получится вот как-то так вот нос у человека. Если взять велосипедисты, то получится два колеса из открытых ножниц. И вот какие-то вот рамы... — А на третьей картинке что положено? — На третьей, получается, клюв. Может быть, открытый клюв, когда птичка что-то хочет съесть. — А теперь, внимание, правильный ответ. Выбираем между очками и ножницами. Вы все-таки, господин Супронович, очки не выбрали. В каждом рисунке чего-то не хватает. Человек без носа, петух без клюва, велосипедист без велосипеда. В нашем черном ящике посмотрим. Ножницы! Посмотрите теперь на экран. Благодаря ножницам у человека появились носы и очки. Только немножко по-другому, Анастасия, наоборот. Вот так. У птицы клюв, у велосипедиста велосипед. 4-2. Анастасия Шутова. Второе очко для своей команды. Седьмой раунд. АПЛОДИСМЕНТЫ Господин Крабель, какие у вас впечатления от первых раундов за нашим столом? Как вы думаете, какие впечатления? Ну как, вот вы чего-то ждали и что в итоге вышло? Ну я ожидал, что ну хотя бы 2-2, может быть как-то вот, может быть 1-3, а как-то вот 0-4 вышло. Я знаю, что посмотреть на вашу игру специально примчались из другого города Юлия Архангельская и Илья Новиков. У вас серьезная поддержка. Юлия, скажите, а вы что, поклонницы Николая? Почему вы так мчались к нему? Да, у меня поклонница Николая. Оба поклоняются Николая. Господин Новиков, ну а чего не хватает команде, как им немножко подтянуться? У меня ощущение, что самое плохое, что вы им положили на стол, они уже вытащили первые трех вопросов. Ну кроме Блицы и Супер Блицы, вот сейчас 13-й сектор. Интернет против знатоков. За время прямого эфира 3 зрители прислали в 13-й сектор 39 538 вопросов, и сейчас компьютер выберет один из них. Предприниматель из Харькова Светлана Рогозенко против вас играет. Внимание, вопрос. Она приходит как странник, остается как гость и потом сама становится хозяином. Кто она? Привычка? Кошка? Привычка. Кошка или кошка? Хорошо. Старость? Старость? Как странника. Как странника. Что-то, что перемещается, перемещается, потом вдруг остается у тебя, ты что-то находишь. Репутация еще. Болезнь? Болезнь? Болезнь, да. Ты вдруг заболел, она немного населела, потом от тебя, от нее зависит как ты живешь. Да. Болезнь ничего интересного. Еще другие версии выбираем. Любовь. Она приходит как странник, остается как гость. Любовь тоже становится хозяином. Она становится у тебя в доме, как бы, типа ты думаешь, что это на время, а это оказывается навсегда. Любовь, правда, тоже так приходит. Богатство, роскошь какая-нибудь. Вот ты случайно попал. Она, она, она. Жадность? Женский род, еще что-то, как привычка, как болезнь. Что именно приходит, ребята? Любовь. 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 Как странник приходит. Ну, то есть сначала она в 3-2 пришла, потом вся твоя жизнь зависит от нее. Может, помощь возьмем? Как тут выберешь? Болезнь? Я не знаю. Болезнь. Нет. Болезнь… — Итак, прошу господин Сопранович. Почему не привычка? Кто отвечает? Решайте, Андрей, скорее. Кто отвечает? — Отвечает Анастасия Шутова. — Прошу Анастасия. — Нам кажется, что приходит как странник, остается как гость, а потом становится хозяином. — Положение — привычка. — Привычка, вы считаете, да? Не знаю. Господин Сопрономич, вы думали, но вообще привычка — не кто она, а что она. Но это тринадцатый сектор. Давайте посмотрим на экран. Тишина. Внимание, правильный ответ. — Да! — Привычка. Анастасия Шутова ответила, кто она, привычка. Хотя привычка — это что она? Вот это да. Четыре-три. Господин Беркашинский, по-моему, за такой ответ можно два очка дать. — Понятно, господин Беркашинский. — Потому что ответили сразу на два таких запутанных вопроса. — Одного очка вполне хватит. Продолжаем игру. Восьмой раунд. Итак, господин Сопрономич, счет 4-3 в пользу телезрителей. Со счета 4-0 вы сократили и счет до 4-3. Команда Елены Потаниной на прошлой неделе сыгралась с отсчетом 6-5. И чтобы ее обойти, ее команду, вам нужно сегодня просто выиграть с любым счетом, потому что при равном счете преимущество получит команда, по нашим правилам, игравшая позже. Но где гарантии того, что последующие две команды проиграют? Поэтому, что вам надо постараться все-таки ответить на все три вопроса. Но там еще и Блиц, и Супер Блиц. Команда Потаниной Супер Блиц преодолела. Вам пока еще он не выпал. Брянск. Против вас играет консультант Юлия Богдановская, город Брянск. В 20-е годы Осип Мандельштам получил от приятеля письмо, которое заканчивалось аббревиатурой СКП. Поэт не понял, что это означает. А когда ему подсказали, написал ответное письмо, которое закончил аббревиатурой ЧИК. Давайте посмотрим, правильно вы записали, господин Супернович. ЧИК. ЧИК. Это буква И у вас в середине? Вы как Н пишете ее? ЧИК. Так, внимание, вопрос. Расшифруйте эти аббревиатуры. С каким-то приветом. Слава коммунистической партии, нет? 20-й год. Нет, они не баловались таким. Что-нибудь коммунист. Что такое К? Если с приветом, то какой К? С коммунистическим приветом. Нет, но они это шифруют, значит, наоборот, какая-то антиполитическая. Что-то. Вот второй может быть чего и какой-то срок какой-то. Прям точно говорят, сколько за это. Слава коммунистической партии. Он был королем поэтов. Может помочь? Смотрите, мне кажется, буквы К должны обозначать одно и то же в обоих аббревиатурах. В 20-й годы, что еще могло быть? Слава королю поэтов, а он что там отмечает? Слава королю поэтов. Честь имею куанец. О! С каким-то... Это честь имею куанец. С каким-то поклоном. С каким-то поклоном. С каким-то поклоном? Нет, она братом король. С каким поклоном? С коммунистическим приветом, а он честь имею куанец. Типа наоборот, как бы не коммунистическое, а такое кухтуарное. Зачем шифровать такое? С коммунистическим приветом нормально. Просто мы-то все писали в конце... В конце этим вот... Прошу, кто отвечает? Надо помощь брать, наверное, да? Да, я думаю, что в зале знают правильный ответ. Мы сейчас уточним наверняка. Что вы хотите сказать? Вы берете помощь, так скажите? Мы берем помощь клуба. В зале знают наверняка, что я должен решить по этому. Итак, уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас есть 20 секунд, чтобы помочь команде. Чик, точно, честь имею куанец, это с коммунистическим приветом. С коммунистическим приветом. Точно, точно, точно. Хорошо, хорошо. Хорошо, все нормально. Одно, другое. Ну, не тратим. Уточни. Третий, это Александр Печеный. Александр Печеный. Прошу. Мы считаем, что СКП это с коммунистическим приветом, а Чик это честь имею куанеца. Господин Печеный, а как вы считаете, почему Андрей Супранович не дал вам сразу отвечать? Мне кажется, такой логичный ответ. Ведь, Андрей, счет еще может быть 4-5, и вам могла бы эта помощь понадобиться. Или вы так уверены в своих силах, что будете только впереди? На предыдущие несколько вопросов нам тоже казалось, что у нас есть логичный ответ, а казалось, что нет. Нет. Сейчас очень важно взять отачку. Здесь точно подпись с коммунистическим приветом. В ответ честь имею куанеца. Александр Печеный, новичок команды, так точно все это разложил, что он Мандельштам в контру ему ответил. 4-4. 90 тысяч рублей от Банка Москвы получит Юлия Богдановская из Брянска, потому что знатоки ответили на ее вопрос только с помощью клуба. В отборочных играх летней серии мы занимаемся очень интересным делом. Определяем, какая из молодых команд клуба достойно продолжить борьбу за звание лучшей команды 40-летних. Господин Сидни, ваша команда пробилась в финалы. Молодые команды пока вам не конкуренты. Скажите, вы за какую-то из этих 4 команд болеете, за какую-то переживаете особенно? Белозеров. Прекрасно, господин Друсев. Давайте я вас спрошу, раз уж не понял, о чем речь. Ну просто он из 4 команд ведет. Но вы переживаете за какую-то? Есть у вас какой-то фаворит свой? Может быть Поваршева, может быть Белозеров, может Патанина, которая играла на прошлой неделе, может быть команда Супрановича. Мне больше всего нравится команда Супрановича. Команда Супрановича. Вы за нее переживаете? Госпожа Патанина, вас не буду спрашивать, господин Блинов, а вы за какую команду переживаете? Вы знаете, поскольку... Ну да, у вас нет выхода, вам еще надо до конца, я понял. Достоятельно. Я понял. Господин Козлов, а у вас есть какой-то свой фаворит среди этих 4 команд? Нет, 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 нет. Я всегда болею за ту команду, которая в данный момент играет. Всегда. И вы в конечном итоге будете болеть за команду Повышевой, потому что она будет играть в конце. Безоговорочная, конечно. Ну что ж, посмотрим. Девятый раунд. Компания Бинстрахование учредила приз для знатока, который в этом сезоне последним выиграет Супер Блиц. Кандидат у нас уже есть в первой игре летней серии Супер Блиц выбрал, выиграл Роман Аркадашвили из команды Елены Потани. Елена. 4-4. Было 0-4. Сейчас 4-4. Ребята молодцы, все правильно делают. Ну вы тоже ребята молодцы. Мы свое сыграли неделю назад. Посмотрим на Волчок. Блиц, Супер Блиц еще не выпадал. Сейчас посмотрим, будет ли Старый Оскол. Господин Супранович, надо очень серьезно отнестись к этому вопросу. Посмотрите на стол. Посмотрите на стол. Красноречиво, господин. Красноречиво. То есть, скорее всего, следующими двумя вопросами будет Блиц и Супер Блиц. Даже если вы выиграете сейчас, этот вопрос вам все равно нужно будет взять либо то, либо то. А если вы проиграете, то придется брать и то, и то. Хотя, может быть, Волчок выберет и другой вопрос. А сейчас против вас играет студент Алексей Ломоносов из Старого Оскола Белгородской области. Форма этой клумбы напоминает туристам, в какой части света они находятся. А нам с вами еще и намекнет, в какой именно деревне. Внимание, вопрос. Назовите эту деревню. Это Урал. Где-то на Урале, да. На Урале должно быть нет? Почему? Какой деревне? Какой клумб? Какой-то. Олимпийская деревня. В форме компуса какого-нибудь. В какой части света? Европа или Азия, допустим. Африканский цвет, ему обозначаются... Это конкретная клумба? А, это какая-то известная деревня, которая находится на границе Европы и Азии. Это какой-то... Ну, есть... Давайте думать и думать. Есть ли правда олимпийская деревня? Какая-то клумба в олимпийской деревне? Какой цвет клумбы в этой ситуации, если она кольцо намекает на то, какой это материн? А, да, конечно, она будет цвета круглого. Я не понял. Но это непреклённая версия. Какой деревне в олимпийской деревне? Как она? Форма, это клумба. Форма, это клумба. Что это за форма? Какой деревня, а... Клумба необычной формы. Какого цвета европейский круг для начала мне скажите? Европейский круглый синий. Я не знаю. Это черная форма. Другую-другую версию. Бутылка шампанская. Я не знаю, ну, необычная же форма должна быть. Снежинка, шестиконечная цвета. Как форма клумбы может на цвет указать? Какой цвет такой? На цвет света. Потому что это форма... Итак, тишина. Кто отвечает? Скажите, кто отвечает? Я повторю вопрос. Кто отвечает? Ответишь? Понимаешь? Олимпийская. Ответит Анастасия Шутова. Анастасия, форма этой клумбы напоминает туристам, в какой части света они находятся. А нам с вами еще и намекнет, в какой именно деревне. И вам нужно назвать эту деревню. К сожалению, у нас родилась только одна версия о том, что это Олимпийская деревня. А в какой части света она находится? В зависимости от того, где игры проводятся. Нет, ну, может, у вас название деревни, Олимпийская деревня, независимо. А как Олимпийская деревня, какая клумба, что-то, да? Скажите, пожалуйста, а вот для всех туристов одно, а для нас с вами еще и другое. В чем тут дело, Анастасия, как вы думаете? Для всех туристов в мире это одно, а для нас с вами другое, еще и другое. Внимание, правильный ответ. Какая форма клумбы может напоминать, в какой части света вы находитесь? Форма латинской буквы И, посмотрите на экран. Слово Европа начинается с буквы И. А для нас с вами это еще и буква Ш. Эта клумба находится в деревне Шенген в Люксембурге, где было подписано Шенгенское соглашение. Буквы Е и Ш. 5-4. 5-4 в пользу телезрителей. 90 тысяч рублей получит Алексей Ломоносов из Старого Оскола. 10-й раунд. А господин Супранович, напоминаю вам, что вы можете взять минуту в кредит, если захотите, так как вы проигрываете со счетом 4-5. Но господин Лихашинский, если согласится, естественно, но, так как сейчас там Блицы и Супер Блицы, то возвращать вам надо эту минуту будет на 3 вопроса отвечать без размышлений. А взять помощь можно только на один вопрос. Понятно, да? Помощь мы уже не можем, а кредит можем взять на один. Да, я понимаю. Да, да, кредит. Ну что, Блиц все-таки, да? Нет, Супер Блица начнем. Ну, мне нравится слово начнем. Наступил страховой случай. Господин Супранович, ваша команда получит страховое возмещение и 120 тысяч рублей от компании Бинстрахование, потому что вы застраховались от Супер Блица, и он выпал. Вы остаетесь за столом. Три вопроса по 20 секунд размышления на каждый, и вам для победы надо ответить на три вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Господин Супранович, очень интересно, что на прошлой игре счет был точно такой же, 5-4, и Роман Аркадашвили именно при этом счете играл Супер Блиц. Посмотрим, удастся ли вам повторить его подвиг. Николай Сущенко из поселка Карабулак в Казахстане просит вас закончить итальянскую поговорку. Если итальянцу связать руки за спиной, он не сможет разговаривать. Это ответ? Да. Он не сможет говорить. Все итальянцы жестикулируют во время беседы. Продолжаем, Супер Блиц, внимание, вопрос второй. Екатерина Дмитришина из Одессы просит вас закончить китайскую пословицу. Опыт это расческа, опыт это расческа, которую мы получаем когда? хорошо, Андрей. Я попробую чуть-чуть просуждать, потому что не знаю конкретно как закончить, но смысл в чем? Опыт это расческа, вам надо запутать, которую мы получаем. Когда у нас уже нет волос, и в общем он нам не особо нужен, у нас лысина, но мы его получаем. Тишина. Так, 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 так. Кто влияет, пытается влиять на ведущего, я не понимаю. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Супранович, вы сами будете решать, правильно вы ответили или нет. Согласно китайской пословице, опыт это расческа, которую мы получаем, когда облысели. Но я это имел. Но почему вы не сформулировали так, что вам помешало? Ну что ж, решающий третий вопрос. Представляете, что будет, если вы ответите на него? Пять, пять. Марина Шилова из села Истопки Брянской области просит вас закончить азербайджанскую пословицу. Украшение дома ребенок. Украшение стола Кто отвечает? Хорошая шестерка, господин Супранович. Украшение дома ребенок, украшение стола, хлеб. Хлеб. Госпожа Пантанина, почему вы смеетесь? Я подумала, что кто отвечает, женщина. Вы подумали, женщина. А теперь, внимание, правильный ответ. господин Авдеенко. Дмитрий. Да, господин Идущий. Вы знаете эту поговорку? А я сейчас в ответе зависит от Азербайджана. Но вы знаете, эмммм... Украшение. Кто? Я предполагаю, что это гость. Вы предполагаете, господин Супранович, украшение стола, гость. Шесть, четыре. Шесть, четыре в пользу телезрителей. Команда Андрея Супрановича терпит поражение и в этом сезоне больше не сыграет. А главным претендентом на выход в осеннюю серию остается команда Елены Потаниной. Вот имена телезрителей-победителей. 50 тысяч рублей получат Снежана Грозева из Софии. Вопрос о болгарском перце. 60 тысяч рублей Светлана Сыровацкая из Волгограда. Вопрос о пуговице. 70 тысяч рублей Станислав Шевелев из Москвы. Вопрос о кенгуру. 80 тысяч рублей Константин Тимиров в поселок Краснообск. Вопрос о сибирском тракте. 90 тысяч рублей Алексей Ломоносов из Старого Оскола. Вопрос о Шенгене. И 100 тысяч рублей Марина Шилова за пословицу о госте. АПЛОДИСМЕНТОМ Внимание! Сейчас будет определён лучший игрок команды. Господин Новиков, прошу, кто, на ваш взгляд, был лучшим? На мой взгляд, сегодня приз за «Хрустальный атом» заслуживает Александр Печёный. АПЛОДИСМЕНТОМ Александр Печёный. Поздравляю вас с таким дебютом. АПЛОДИСМЕНТОМ Господин Верхошинский. Кому достанется приз за лучший вопрос? АПЛОДИСМЕНТОМ Господин Идущий, да простят меня любители сложных аналитических вопросов, но мне понравился сегодня вопрос и 150 тысяч рублей от Банка Москвы. Получается, Станислав Шевелёв из Москвы. Вопрос про «Кенгуру». АПЛОДИСМЕНТОМ Станислав Шевелёв из Москвы. АПЛОДИСМЕНТОМ Господин Супранович, АПЛОДИСМЕНТОМ Вы не жалеете, что сами остались за столом на Супер Блиц? Нет, не жалею. Очень было интересно, всегда мечтал. Жалко, что не получилось ответить такой решающий момент. Но на самом деле мы не должны были доводить до счета 4-5, чтобы я играл в таком стрессовом состоянии. Но что делать? Это игра. Волчок вам выбрал такую игру. А следующая игра летней серии состоится в следующее воскресенье 14 июня в 22 часа 30 минут на Первом канале. А эта игра окончена. Спасибо за игру. Шум, шум пошел. Андрей, сядьте, пожалуйста. Не только этот тревожный звук, вся звуковая партитура «Что, где, когда» придумана Натальей Плуталовой. Почти 40 лет она проработала звукорежиссером на нашей программе. А позавчера ее не стало. Наташа часто повторяла «Начинай игру весело». Улыбнулся и поехали. Итак, улыбайся весь эфир. Сегодня мне это было непросто. Но я старался. Время, разное место. Время, разное место. Я не знаю, что игры Но я не знаю, что игры не хочу. И Fatherosta Продолжение следует...